привет как часто вы слышите фразу раньше было лучше в том или ином ее эквиваленте и здесь дело уже не в нашем восприятии мы все действительно очень часто слышим эту фразу друг от друга и сами являемся ее источником и можно конечно вспомнить античные времена когда старцы писали об этой молодежи которые совсем от рук отбилась взрослых не слушается зачитывается книгами на или вот из недавнего да мы да у нас все было вот не так не то что сегодня знакомая песня правда особенно громко она звучит когда речь заходит о вкусовщине если быть точнее о творчестве потому что творчество напрямую связано со вкусовщиной например о музыке тогда конечно раньше то мы слушали богоподобных сектор газа да сейчас молодежь совсем уже упоролась своими маргенштейнами бездарными ух потерянные поколения на деле же нередко так бывает что кто-то до пенсии слушает сектор газа весело под него деградируя о я прям чувствую как сейчас кинулись гневные комментарии мне строчить не смей трогать сектор газа хорошо хорошо не смею сектор газа лучшая группа на планете и во вселенной не то что моргенштерн да ну и вот а кто-то послушав того самого моргенштерна перешел в итоге на отцу и высоцкого я и такие примеры знаю и у меня конечно не статистических данных но ощущение что это не разовый случай дело все о воспитании и привите вкуса подростки всегда тянутся к самому грязному и запретному нам ли этого не знать но если кругом сплошные моргенштерны культивируются то что же им еще прикажете слушать допустим при всей моей нелюбви к сектору газа у них много именно что позитивных песен поучительных и в целом положительных но это не разговор о политике проводимой государством и не о пороках общества видите ли просто музыка это идеальный срез для того чтобы наблюдать за явлением раньше было лучше хотя нет вру еще более идеальный это компьютерные игры о чем мы сегодня поговорим по той простой причине что индустрия это довольно молода и прошло совсем немало лет а уже такая казалось бы пропасть из-за высоких темпов развития но сначала давайте посмотрим почему в принципе раньше было лучше ну нужно признать что действительно раньше было многое лучше однако по какой системе оценок да нередко действительно объективно раньше что-то было лучше но полагая гораздо чаще раньше было лучше субъективно то есть лучше для нас конкретно и это первая ловушка разума все потому что мы меняемся со временем а что еще хуже если можно так и выразиться мы растем потому что под изменениями я понимаю именно изменения в уже сформировавшемся человеке а когда подросток или ребенок вырастает вот еще вчера ему нечто было ясно как божий день но вот прошло совсем немного времени и бац он вырос появился опыт банально сформировался мозг и он понимает каким же раньше был глупцом и дальше уже идет обычное развитие я веду к тому что когда мы говорим что раньше было лучше а подразумеваем что раньше было лучше для нас то для каких нас человек не слишком то владеет своей памятью куда-то пошло он не может вспомнить даже ощущение того что было вчера нет не размытые факты а именно ощущения потому что мировосприятие строится именно на них на ощущениях они на фактах нам плевать что в battle toads ах например была передовая или не передовой графикой что она там брала некие награды нам пофиг нам важно лишь ощущение того что battle toads да с друзьями да с криками до сломанием джойстиков это было круто и вот проходят годы можем ли быть точно вспомнить те ощущения но даже если можем они одномоментны очень фрагментарны это как из целой огромной мозаики взять пару кусочков и сказать о смотрите я воспроизвел мозаичное изображение я помню свои ощущения не нужно мне тут говорить что я ничего не помню нет мы не помним мы с водимого современности по себе нынешнему и о прошлом мы судим по себе нынешнему мы используем полученный опыт знания мудрость прожитых лет ну у тех у кого она появилась разумеется то есть те инструменты которых у нас тогда быть не могло поэтому и раньше было лучше для нас с вами потому что создан импринт приятных ощущений в прошлом и мы нынешние цепляемся за него обеими руками и ногами говоря что вот это вот идеал но раньше лучше не было это очень просто проверить говоря о том же условном батл тот садитесь поиграть в него сейчас я веду канал на ютубе уже пять лет и время от времени рассказываю о старых играх и опыт мне показывать что из 100 процентов посмотревших процентов 40 напишут что эх ты меня подкупил вот напомнил пойду поиграю в эту игру x и только пять процентов из тех сорока действительно пойдут и поиграют остальным вот это вот самое подкупил напомнил забайтил им это дороже самой игры а игра чуть-чуть так потеребить ностальгию минут 20 максимум ну хорошо возможно час и все потому что 2022 году battle toads никому не нужна в качестве именно игры такова реальность конечно не все будут с этим согласны кто-то обязательно скажет что нет я каждый год переигрываю в нее от конкретно в battle toads ну хорошо но ты правда думаешь что так делают многие сколько так по твоему делай человек пять тысяч десять пятьдесят из пара миллиардов кто-то наоборот говорит что вся та же battle toads объективно круче современных тайтлов что нынешние их подметки не годятся это все неумелая ложь сегодня существует огромное множество игр достойных внимания а если объективно battle toads если и были крутыми то те времена прошли 30 лет назад индустрия шагнул вперед ее стандарты повысились и сегодня в этом можно играть только в качестве ознакомления с ретро играми не более того чтобы вернуть battle toads на рельсы нужен настоящий полновесный ремейк а вместо этого нам 2020 году выкатили мерзейший ребут в стиле современных как мне сказали ники лодинов или как а там называется эти детские каналы играть в это конечно можно но она честно говоря рядом не валялась даже с худшими современными проектами не говоря уже о прорывных battle toads в девяносто втором году но это уже другая тема для причитания современная индустрия хотя косвенно все же тоже ее можно задеть но позже еще одна ловушка разума ностальгия это не совсем то что я раньше описывал хотя принципы абсолютно те же ностальгия присущая каждому из нас каждому кто ощущает на себе течение времени и осознает это последнее слово ключевое не осознает этого только подросток дурак и мертвец первому еще рано последнему уже поздно а те что посередке ну ими земля полнится что уж поделать кто бы как не выделывался что мол нет я не такой я такой сикой все нормально все равно мы наедине с собой испытываем грусть по ушедшим временам так у нас заложено именно потому что мы осознаем их безвозвратность бывает исключительной ситуации когда например детство или отрочество человека были истинной венерой то есть адом с вулканами базальтом и такие люди меньше подвержены ностальгии именно по тем временам так как сознанию не за что уцепиться нет положительных крючков но они обязательно появятся например вот сегодня вот сейчас грустишь да не надо улыбнись и лет через двадцать пусть ты будешь вспоминать это мгновение как очень приятное почему бы нет все в твоих руках ну так вот в основном же люди именно что цепляются за положительные эмоции из детства и из отрочества что же там положительного о да все беззаботность мои состарившиеся детишки беззаботность мы ни за что тогда не отвечали почти мы не обязаны были контролировать жизнь свою и своих близких обеспечивать их безопасность и жизнь само по себе пропитание там квартплата то тут сюда кредиты с нас был мал спрос и тогда за серьезную провинность нас оставляли на месяц вот только вдумайтесь на месяц без велосипеда помню как я тогда горевал но я волосам виноват а сегодня за аналогичную провинность ты к примеру будешь выплачивать кредит еще лет сорок пятьдесят ну то бишь скорее всего до конца жизни или потеряешь всех друзей или работу зависит конечно от того что то натворил к тому же тогда были живы и те кто был нам дорог и дело даже не в возрасте люди умирают не всегда в старости сами же понимаете прошло совсем немало времени а у моего друга уже из школьного состава минимум у одного нет в живых наши друзья наши родители даже просто тети и дяди с которыми мы здоровались когда проходили мимо них соседи продавцы мороженого бабушки на лавочке их многих уже нет на этом свете и наше сознание понимает неизбежность смерти неизбежность конца и пытается уцепиться за жизнь за то что окружало нас в прошлом нужно ли говорить что такие воспоминания весьма искаженные как бы мы не были уверены что запомним нечто досконально мы не можем этого гарантировать что-то все равно допускаем это нормально зачем нам помнить все в мелочах достаточно чтобы в памяти сохранился тот позитивный образ беззаботного детства потому что завтра с утра на работу копить себе на тот самый велосипед но уже не для развлечения для здоровья иначе тебе каюк жене там допустим на шубу детям на валенки а маме на лекарства такова уж жизнь и именно поэтому ностальгический взгляд на игры ведь мы говорим сейчас именно о них столь искажен вообще конечно не только на игры на что угодно сейчас нам дать то вечной любви чему мы клянемся нам окажется это и не нужно вовсе наиболее частая отговорка здесь у меня нет на это времени это третья ловушка разума мозг пытается защитить себя от траты энергии впустую впустую то есть от того от чего мы без приказа самому себе не получим как минимум удовольствие думаю вы по себе знаете что когда пробуждается к чему-то интерес сразу и время находится и силы появляются мы это называем энтузиазмом почему оно эффективное но очень быстро сгораемое топливо этот самый энтузиазм потому что он не подразумевает воздаяние мы не получаем оплаты за свои труды не получаем удовлетворения или иной компенсации и мозг снова говорит так стоп а чё это я ну-ка отбой и все то есть он понимает что нам все эти игрушки из детства нужны ровно настолько же насколько технологии на которых они были построены что-то никто из ностальгии не ходит с раскладушкой у всех смартфоны поправлюсь у подавляющего большинства конечно у кого-то есть и самые раскладушки но в основном это люди уже за 50 сами понимаете по себе кстати могу сказать что у меня часто нет на что-то времени в том числе по этой причине ну и еще по той что много других интересных моментов это тоже важно да я хочу переиграть например в тот же моровинт но извините а может сначала я в киберпанк например поиграю или там в элден ринг и без рассказов о том что они ему там подметки не годятся и все такое так-то взгляд в прошлое из настоящего очень часто не объективен я не говорю всегда но очень часто и теперь давайте попробуем посмотреть на игровую индустрию без примеси ностальгии хотя это конечно сложно лучше ли было раньше сразу давайте пропустим те мохнатые времена когда выходили такие шедевры игровой индустрии как капитан квадратик адмирал треугольник в это даже тогда играли только на безрыбье кстати это тоже важный момент да потом выходили приставки известные у нас как sega dendy sony playstation игр на них было просто дофига в итоге но я вот не знаю как у вас но по себе по своему опыту могу сказать что при всем огромном многообразии этих игр игр играли все равно в 3 в 4 но максимум в 10 много было тому причин банальная цена возможность добыть ту или иную игру достаток семьи попросту интерес в конце концов мне вот например достаточно червяка джима и моровина о да давайте сразу перескачем эти пиксельные замшелые шедевры первые мои игры на компе я их просто обожаю медаль за отвагу вормс моровинт аркс не то чтобы у меня был большой выбор во что играть что шло в то и играл вспомнил очень мудрую шутку из одного глупого кино который посмотрел через обзор я мол в такую-то певицу был влюблен в детстве спойте мне ее песню говорит один герой второй ему отвечает мол вы ни в ход другого не были влюблены на что тот отвечает что мол если бы у меня над кроватью висел чей-то другой плакат я может быть был бы в нее влюблен а ведь действительно играем и тогда не в моровинды и аркса что-нибудь другое любимые сейчас эти самые моровинды и арксы я время от времени встречаю тех кому сейчас по 15 примерно так лет и им допустим понравился скажем тот же моровинт или half-life 2 или первый ведьмак хотя казалось бы первый ведьмак 2007 год не так уж и давно нет оказывается уже очень давно но таких очень мало может они захотят к этому всему приобщиться потом но доберутся ли они потом до игр 30 40 50 летней давности время то идет она на месте не стоит учитывая сколько сейчас этих игр на планете сколько их будет потом через но сколько еще лет 20 например да с очень сомнительная такая перспектива однако вернемся к самим играм то были времена которые можно сравнить с формированием вселенной или же нашей планеты жанры еще не оформились как таковые проходили постоянные деформации катаклизмы и преобразования продолжались жанры смешивались модифицировались стандарты еще только нарабатывались игры часто были экспериментальными и пробовали новые механики чтобы посмотреть понравится ли это игрокам и как это в принципе будет смотреться благодаря этому мы могли наблюдать например рисование рун варкс фаталис не самую лучшую давайте признаем в плане кубиков боевку моровинды неуклюжую но так полюбившуюся нам имитацию жизни в симсах и потом более улучшенную версию в готике хотя на самом деле выходили они в разном порядке в обратном тогда они ходили по проторенным дорожкам потому что их не было это были первопроходцы они первопроходимцы которые сейчас и это сильно подкупало что тогда что в том числе сейчас тогда интересом ведь раньше мы не видели ничего вообще в принципе а сейчас смелостью которые уже не ждешь от нынешних игр тогда которые те же самые не боялись отойти от заезженные но очень очень прибыльные модной концепции войн клонов которые уже вот где и ушли на тысячелетия назад в прошлое тогда не боялись прорабатывать миры кропотливы и скрупулезно чтобы потом на выходе получился моровинт или half-life не боялись показать наготу или ужас чтобы потом вышел сайлент хилл или фаренгейт и так далее потом пришла вторая стадия индустрия более-менее устаганилась стандарты были нащупаны и пришло понимание что нужно не только создавать новые но и что тоже важно давать жизнь старому всем тем играм нужно продолжение всем тем первым условным частям моровиндом всяким half-life хотя ну да есть над чем поплакать однако топтание на месте тоже тогда не жаловали многие все еще жаждали экспериментов причем как разработчики так и игроки и не всегда все шло по плану и поэтому мы получали помимо шикарных титан квестов которым почти нет нареканий например oblivion который был крут без сомнений и даже сейчас он крут но он погорел на пиар акции ибо продавали нам совсем другую игру и все-таки она была сильно лучше та которая была у нас в главе в главе у нас и у разработчиков а не та которая вышла в реальности на gothic 3 которые будто даже не пытались тестировать в принципе на demon souls которая была хороша концептуально но играть в этом можно было только на безрыбье вторые третьи четвертой части и прочие продолжения разочаровывали нас раз за разом потому что в наших глазах не могли повторить предшественниц идентично и мало кто что тогда что сейчас хотел думать про например шикарную музыку той же gothic 3 возможно самой плохой части в серии но и самой плохой игры в принципе наши стандарты росли вместе со стандартами индустрии нас приучили к интересному смелому а главное качественному в основном контенту минусы как правило принято забывать никто не вспомнит что в тех же гномов невозможно было играть даже при всем желании из-за багов к примеру выросли наши ожидания часто завышенные которым новые тайтлы соответствовали не всегда я с удивлением свое время наблюдал через журналы игромании как интересно в принципе играм ставят низкие оценки зато вот lady racing club ну то ладно что ни говори объективные причины на недовольство тоже были видите ли первый блин простителен если какие-нибудь вормса тормозили это я сейчас говорю для примера они конкретно не тормозили даже на моей груди железо что немаловажно поэтому я в играл в общем если они тормозили то мы им это прощали играет то все равно хотелось а вариантов не то что прям было сильно много в наших триалях а вот если формс 2 вормс 3 тормозят той тоже извините вы что-то там совсем булки-то расслабили согласитесь это справедливо справедливо что фанаты яростно поливали грязью gothic 3 с ее оптимизации багами тогда еще не было отговорки что мол игры стали громадными многомиллионными проектами и потому у нас не хватило 50 рублей чтобы протестировать игру на компьютерах которые согласно статистике стоят у большинства игроков да но но были ли игры которые мы ругали плохими в основном нет я знаю множество тех кто и сейчас играет в ту же gothic утрине говоря уже один он соус облививание и многом другом индустрия не стала хуже она просто изменилась от ошибок не застрахован никто жаль нельзя сказать так про условную последнюю треть стадии развития индустрии на данный момент потому что здесь действительно все очень очень плохо ушли в прошлые эксперименты теперь мы видим лишь осторожное продолжение бесконечные конвейерные ленты развитие замедлилось так как сейчас невыгодно толкать его гораздо выгоднее продавать сделаны на отвали с минимум изменений потому что все равно купит реклама и продакшн стали значить намного больше чем конечный результат отсюда и бесконечные ремейки и ремастеры и портирование с консоли на компьютер и старых игр а вовсе не от того что разработчики хотят чтобы игроки насладились старой хорошей игрой им плевать деньги затмили все качественных ремейков по пальцам руки к варианцам можно пересчитать с ремастерами та же беда ремастеры вообще стали интульгенцией сделаны из рук вам плохо да еще и для игры которая и так нормально работала ну чё ты ноешь душнило это же ремастера не ремейк он не обязан быть хорошим разрешение тебе потянули до 4к и пофиг что это скалирование но потянули же так что давай иди покупай за full price что дорого фу нытик в европе еще дороже посмотри сколько стоит новинки на каждый промах найдется свой талмуд с обоснованиями ремейков и ремастеров стало так много что еще немножко и они догонят по количество число оригинальных игр я да я сильно утрирую но сами понимаете ситуация уже не смешная так как эксперимента теперь табу то первая часть от 2 не будет отличаться почти ничем только парой фишек что эволюция геймплея как героев меча и магии без проблем заходить лет так через 10 на 15 часть игры там будет вот прям вот эволюция на оптимизацию по ощущениям забили в конец зато придумали есть то и одно оправдание вот куда ушел весь креатив при том кто придумали то в основном сами игроки разработчики умудрились воспитать в тех кто гордился в свое время игрой в morrowind и half-life тягу к защите всякого непотребства серьезными на лице вы только подумайте зато вот когда речь заходит о доходах ох ты сразу экспериментаторы тут же поднимает головы 10 переиздание 10 переиздания пожалуйста в стиме пошутили вы что никогда больше не будем только вот память о комьюнити почему-то как улиты ко всяком случае сами разработчики так считают или их издатели или все они вместе плевать поэтому через два-три года пожалуйста продажи модов а потом продажи игры вместе с модами как отдельной игры за full price до 20 лет назад так делали барахолички на дисковых рынках флебустьеры чертовы а сейчас также делают сами официальные разработчики вот уж блин круг замкнулся я заткнулся ну чуть попозже заткнусь частью этого пьющие исключения но тем не менее это лейтмотив всей индустрии и другие так не делают не потому что они прям такие все честные а потому что у них просто не всегда есть такая возможность но я уверен всегда есть желание про лотбоксы и упоминать не хочется онлайновые игры превращается в pay to win оффлайновый тоже пытается опустошить твой кошелек ну что за северная полярная леса так и хочется спросить и тут можно подумать так получается раньше и правда было лучше ну отчасти что-то действительно было лучше но видите ли дело в том что молодая индустрия зародыша не приносила столько прибыли а это значит что не была она интересна мировому рынку сейчас же на некоторые игры тратят бюджеты сравнимые с бюджетами хороших голливудских блокбастеров теперь в индустрии вращаются гигантские деньги а значит что правильно значит ее уже давно оседлали те кто эту самую прибыль извлекает идет оптимизация рынка зачем делать дорого и долго зачем прорабатывать мелочи если можно сделать все быстро и дешево и все равно ведь схавают а чтобы хавали воспитаем интерес к такому низкопробнику создадим нарративы современные повест очки напихаем что просто привлечь внимание хотя бы к этому нашему проекту фан-сервис везде где можно и где нельзя а что не приносит прибыли свернем в трубочку и кинем в костер лучше уж сделаем ремейк дэдспейса чем выпустим новую часть и закончим историю да конечно в таких ядреных условиях существовать нравится не всем однако современность дала нам возможность того же краудфайдинга великолепные примеры оригинал син и сабнафтика и пусть сабнафтика below zero тоже скатилась в повесточку в исчерп качеству тем не менее и у нее и многих других есть шансы образовать то что станет вторым эшелоном и составит конкуренцию основному рынку и не прогнется под него найдет консенсус не впадая в крайности что же вся надежда только на инди нет к счастью нет возможно сиди project и сильно лоханулись киберпанком но игра то говорят все равно хорошие и похоже что они усвоили урок ворнеры тоже вроде бы еще не разучились делать игры обсидианы не исчезли все еще образуются новые компании которые сегодня ноунеймы с играми за 5 рублей играющихся на все 105 а завтра они уже новые сиди project и с игрой уже за 500 рублей а послезавтра с полноценным трипола проектом за миллион что в прошлом что сейчас было много шлака просто мы шлак не вспоминаем рассказывая всем подряд только о великих half life ах но на каждой дальнобочке приходилось своя лада racing club не забывайте и сегодня картина та же просто с примесями на каждый провал приходится своя отличная игра к сожалению ухудшение правда произошло но пока еще не настолько глобальной чтобы биться головой в набат беда правда в том что тенденция к этому осталось и сворачиваться не собирается пока что не видно никакого выхода из этого порочного круга и вот уже лет через десять индустрия вполне может деградировать настолько что бить в колокол уже будет поздно но самое забавное то что никто не захочет потому что из игроков намеренно воспитывают потребителей низкокачественного контента и вот это основной бич индустрии игроки сами разберутся плохая игра или хорошая да но вот чтобы они разобрались так как выгодно тем кто делает игры точнее тем кто продает игры нужно подправить их мышление через воздействие на их социальную жизнь и наблюдается это не только в игровой индустрии но и в любой другой связанные с творчеством театр кино арт искусства журналистика все что угодно и дальше будет только хуже если не найдется сила противодействия а она как правило всегда находится вот так вот начал за здравие кончился упокой не будьте как я не кончайте за упокой держите нос по ветру все будет хорошо но будет оно не само а вашими руками так что не теряйте бдительность приду проверю а а вот а а а Субтитры создавал DimaTorzok